Квест Квест, который вы не сможете увидеть, а только прочувствовать Прогулка в темноте Игра, в которой вы узнаете много нового о себе Так как все ваши чувства, кроме зрения, подвергнутся проверке Квесты стали чуть ли не самым любимым развлечением среди молодежи Но чаще всего такие игры имеют схожую структуру Однако Башкирская Республиканская Библиотека для слепых Организовала квиз не столько на эрудицию, сколько на чувственность Уже на входе ребята поделились на 4 команды по 15 человек И каждому надели плотные повязки на глаза Активистам команд раздали белую трость За ними должна выстроиться колонна Ориентируясь только на собственные ощущения, звуки и голоса Вы побываете в разных пространствах Они позволят пережить различные ситуации С которыми приходится сталкиваться незрячим людям Подростки должны пройти 5 испытаний Первая комната детский центр луч Здесь изучают и угадывают предметы на ощупь Вторая аудитория волшебная шеститочия Тут нужно ощутить буквы Брайля И понять с чем они ассоциируются Брайль это система письменности для слепых Следующее задание на обоняние В мире ароматов Команды угадывают различные запахи Такие как кофе, гвоздика Закрыв глаза ароматы ощущаются лучше и более ярче После этого испытания ребята проходят в зал Где также в полной темноте угадывают повседневные звуки Которые присутствуют в жизни слепого человека Что ты почувствовал в момент, когда впервые ощутил себя в темноте? Было страшно, насадили маски Было страшно, мы думали, что закрыли дверь И то есть там было совершенно темно И не видно было куда идти Там были расставлены предметы То есть их нельзя было ранить Ну подобное Когда их роняешь, они издавали специфические звуки И это придавало еще больше страха И это мне больше еще нравилось А напоследок впечатленная молодежь Знакомится с собакой-поводырем Которая служит глазами для незрячих и слабовидящих людей То, что после потери зрения у человека Обостряются все остальные органы чувств Мы слышали не раз Но почувствовать на себе смогли это только сейчас Погруженные в темноту Дарья Шепелева, Тимур Кашаев Специально для Горы новостей